Денег нету, ничего нет. Затем вытащили мигрантов из комнат, избили и заперли в нескольких помещениях. В заперти в одной из комнат находилось примерно 85 человек. Их было так много, что они могли только стоять. В 7.30 утра их выпустил прибывший на место происшествия ОМОН и потребовал паспорта. Когда мигранты вернулись в свои комнаты, они увидели, что там выломаны двери, сломаны шкафы, разворошены постели. У людей пропали деньги. Больше всех пострадали двое граждан Турции. У одного пропало 115 тысяч рублей, у другого – 1200 долларов. У гражданина одной из стран Центральной Азии пропали 77 тысяч рублей, у другого – 69. Остальные пострадали чуть меньше, у них были украдены от 5 до 22 тысяч рублей, рассказала Чупик. По словам юриста, прибывший в 7 утра на место событий ОМОН, вымогал у трудовых мигрантов по 2 тысячи рублей, чтобы вернуть документы. Валентина Чупик с командой правозащитников прибыла на место происшествия в 14.00, ранее вызвав опергруппу. Оперативники раздали мигрантам бланки заявлений и начали опрашивать. Появился местный участковый. Майор, которого я при встрече опознаю, на просьбу представиться он ответил отказом. Который пытался диктовать мигрантам, что и как надо писать. В частности, что неизвестные люди, которых я не смогу опознать, тайно похитили у меня такую-то сумму денег, которую я считаю незначительной. По словам самих трудовых мигрантов, у них нет никаких сомнений в том, что нападавшие с автоматами являлись сотрудниками силовых структур. А явно ангажированное поведение сотрудников ОМОНа лишь укрепило уверенность в этом.